Виновным в аварии, скорее всего, признает молодого человека на приори. Водитель попытался проскочить перекресток по второстепенной дороге. Я оттуда проходил. Там, может, и дорога, да? Вы, может, не увидели, как не получается? Не знаю. Может, скорость с него была большая? Скорость была большая. По какой причине проигнорировал знак и не стал дожидаться, когда дорога будет пустой, сам парень объяснить не смог даже инспектором ГАИ. Он сильно переживал за свою девушку, которую в эту ночь после свидания отвозил домой. В итоге, когда до дома осталось всего несколько метров, пассажирка была вынуждена сменить транспорт на карету скорой помощи. Пострадала девушка на приори, которая с пассажиром страны. Как раз в ее сторону? Да. Она в сознании? В сознании, да, все нормально, просто в скорую ездить. Сразу после столкновения девушка, конечно, находилась в сознании, даже самостоятельно смогла дойти до машины медиков. Тем не менее, это не означает, что пассажирке повезло и травмы несерьезные. Ведь пострадавшая находилась в шоковом состоянии и просто могла не чувствовать боли. Как только врачи увидели деформацию кузова приоры, за госпитализацией пациентки решили не медлить. В последний момент я не думал, что он даже выездил. Передо мной машина ехала. Метров сто, наверное, передо мной. Проехал он этот перекресток, и все, они, по-моему, на них только ориентировались, как я понял, и выехали. Сначала «Фольксваген» протаранил «Приору», после чего отечественные автомобили отбросило на «Шевроле» «Авео», который также выезжал на главную дорогу с противоположной стороны. Даже два раза в зад въехал. Четыре аварии, получается, за год. По словам водителя «Фольксвагена», свою иномарку он купил чуть больше года назад. Говорит, машина ему досталась несчастливая. Как бы аккуратно он не старался ездить, а уже четыре раза попадал в аварии. И все время не по его вине. Равильс Айганов Альбердаминов, Эфир24.